Я, это, дитя социализма, у нас всё по плану. У меня, я планирую свою жизнь и планирую свою работу. Я вот запланировала, что к 1 мая эту подушку я должна закончить. Про таких говорят человек старой закалки. Преподаватель с историческим образованием на пенсию Флёра Анасовна ушла ещё в 83-м году. Но без дела сидеть не захотела, занялась кожаной мозаикой. К делу подошла основательно, изучила и практику, и теорию. Чтобы узор снять, панно сделать и подушку, надо эскизы приготовить. Красивые кожаные изделия тогда, когда делаются из маленьких деталей. Вот я стараюсь вот эти маленькие детали, вот эти маленькие детали вкрапить в большое панно. Заниматься чем-то одним, по словам пенсионерки, скучно. Поэтому из кожи она шьёт и подушки, и панно, и даже головные уборы. Всё в национальном татарском стиле. Кожаную мозаику шьют только шёлковой нитью. Но, по словам флёропы, в Татарстане нити необходимой толщины не продаётся. Поэтому она делает нити из вот таких простых шпулек. Для создания, например, вот этой потребовалось 18 штук. Секретами с вами флёропа делится охотно. Говорит, самое сложное — создать эскиз. Остальное дело техники. Теперь это вот сюда наверх. И потом, как у сапожники, делается петля. И в эту петлю засовываешь иголку с другой ниткой, тоже прочной. Её оторвать просто невозможно. Вот. И вот так затягиваешь. Особое место в жизни мастерицы занимают куклы. В квартире их больше десятка, у каждой своё имя, а главное — эксклюзивный наряд, сделанный руками хозяйки. Но секретами своей душевной молодости Флёра Анасовна считает всё же не игрушки, а природную любознательность. Я интересуюсь всем, что творится в мире. Я переживаю за все события, которые у нас в Ливии происходят. И вообще переживаю. То есть я хочу быть... Живу ещё жизнью нашей страны, можно сказать. И нашей национальной республики. Флёра Калмурзина участвовала и побеждала во многих конкурсах, в том числе и международных. И собирается ещё не раз удивить мир. Но если и не весь мир, то своих близких и друзей, для которых у неё всегда найдутся эксклюзивные подарки, сделанные своими руками. Роман Королёв, Ильшат Мухаммедов, Агата Пименова, телеканал «Татарстан. Новый век».